Дорогие мои возлюбленные, братья и сестры, дорогая церковь, я вас всех рад видеть сегодня в этом собрании, так как у нас сегодня большой, великий день, день исполнения таинства, заповеди Господа, таинства причастия. И в этот день я хотел бы прочитать вам Слово Божие из 30-го Псалма, некоторые выдержки о вере, об уповании на Господа. Псалом 30-й, Псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое и поспеши избавить меня. Будь мне прибежищем, твердынею, чтобы спасти меня. Ибо Ты, каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мной. И конец. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, которые приготовил уповающим на Тебя перед ценами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от привлекания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость Свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих. Но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Любите Господа, все праведные Его. Господь хранит верных и поступающих надменно воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце Ваше, все надеющиеся на Господа. Аминь. Отец Небесный, Великий, Всемогущий и Любящий, благодарю Тебя, что Ты даровал нам этот день. Благодарю Тебя, что мы имеем возможность собраться все вместе и воздать Тебе ту хвалу, которую Ты един достоин, наш Бог. И я прошу Тебя, благослови весь ход служения, благослови это таинство, введи нас Духом Святым, Господи. Дай нам напитаться Тобой. Дай нам постигнуть всю Твою любовь, милость. И, Господи, чтобы мы приняли это таинство, это заповедь достойно. Молю Тебя во имя Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Ну, пожалуйста, давайте прославим. Благодарь Твоя, Господь, изливается на меня. Благодарь Твоя, Господь, изливается на меня. Аллилуйя, я славлю Тебя. Аллилуйя, тебе хвала, Аллилуйя, за милость Твою. Аллилуйя, за любовь Твою. Благодарь Твоя. Благодарь Твоя, Господь, изливается на меня. Благодарь Твоя, Господь, изливается на тебя. Благодарь Твоя, Господь, изливается на меня. Благодарь Твоя, Господь, изливается на тебя. Аллилуйя, я славлю тебя, Аллилуйя, тебе хвала, Аллилуйя, за милость твою, Аллилуйя, за любовь твою. Славьте, Господа, вся земля, Славьте, Господа, небеса, Славьте, Господа, ибо он благ, ибо побед, и власть его. Это чудесно, это чудесно, Аллилуйя, потому что он простил грехи мои. Это чудесно, Аллилуйя, потому что он простил грехи мои. Это чудесно, Аллилуйя, потому что он простил грехи мои. Это чудесно, Аллилуйя, потому что он простил грехи мои. Это чудесно, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Славьте, Господа, вся земля, Славьте, Господа, небеса, Славьте, Господа, ибо он благ, ибо побед, и власть его. Славьте, Господа, вся земля, Славьте, Господа, ибо он благ, ибо побед, и власть его. Аллилуйя, Аллилуйя, Господа, Слава. Это самая чудесная новость, весть о том, что ты простил наши грехи. Это самое важное для нас, и мы благодарны тебе. Это чудесно действительно осознавать, понимать, что только благодаря твоей жертве мы спасены, искуплены. Потому что сами бы мы этого никогда не смогли достигнуть. Поэтому мы славим тебя, мы благодарны тебе. Это великая радость в наших сердцах, то, что мы сегодня это понимаем, это осознаем. Дай нам, Господь, веселиться, превозносить тебя, быть благодарными тебе, ценить твое спасение, и, конечно же, восхвалять тебя, живого Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Дай, Господь, дай, Господь. Да, Господь, да, Господь, аминь. Оставляю печаль мою, оставляю печаль мою, мой позор оставляю, я с неба беру, радость Боге мою. Отвергаю болезнь, Бог мою отвергаю, я с неба беру, радость Боге мою. Да, Господь, 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 да, Господь Оставляю печаль мою, мой позор оставляю, я с неба беру радость Боге мою. Отвергаю болезни, отвергаю болезни, боль мою отвергаю, я с неба беру радость Боге мою. Да Господь, 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 да Господ Да, Господь! Аминь. Да, Господь, отвергаем болезнь, не оставляем все печали. Да, Господь, 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 аминь. Аминь. О, Господи, мы благодарны Тебе за то, что действительно Ты исцеляешь нашу и плоть, и, конечно же, прежде всего, Ты даровал нам духовное исцеление, мы это должны понимать, что мы в Тебе имеем свободу, свободу от рабства греха. Вот это исцеление самое важное и самое главное, которое Ты нам явил, это самая большая болезнь человечества, грех, который существует, и все остальные болезни, это лишь последствия этого греха. Поэтому, Господи, мы очень благодарны Тебе за то, что Ты пошел Иисус на крест, принял эти страдания, эти мучения, чтобы исцелить нас, чтобы искупить нас, чтобы даровать нам вечную жизнь. Дай нам ценить, дай нам дорожить, дай нам понимать это, осознавать то, что Ты для нас совершил, и прославлять Тебя, Живого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Прежде силы всей и всех царей, Прежде всех творений и природы всей, Прежде утраски и всех людских путей, Ты бы дал в начале жизни всей, Дороже славы всей, Дороже царств, Прекрасней всех чудес и всех земных богатств, Ценее знаний, Мудрости ценней, Как оценить Твою любовь ко мне. Божий сын, Ты жив, чтоб уметь, Славный царь, Славный царь, Позорий принял свет, Славный царь, Славный царь, Позорий царь, Позорий принял свет, Словно роза, Втоптаная в грязь, Ты был распят, Ты взял мой грех, Меня любя, Прежде силы всей и всех царей, Прежде всех творений и природы всей, Прежде мудрости и всех людских путей, Ты был там в начале жизни всей, Дороже славы всей, Дороже царств, Прекрасней всех чудес и всех земных богатств, Ценеешь знаний в мудрости ценней, Как рад ценить Твою любовь ко мне. Божий сын, Ты жив, чтоб уметь, Славный царь, Позорий царь, Позорий принял свет, Словно роза, Втоптаная в грязь, Ты был распят, Ты взял мой грех, Меня любя, Божий сын, Ты жив, чтоб уметь, Славный царь, Славный царь, Позорий принял свет, Словно роза, Втоптаная в грязь, Ты был распят, Ты взял мой грех, Меня любя, О, Господь, Ты доказал нам Свою любовь, Бойдя на крест, Взял все наши грехи на себя. Это великая милость, Это великая благость, Ты всегда с нами, Ты всегда рядом, И никто ничто не отлучит нас от Твоей любви. Ты так говоришь нам в Слове Твоем. Мы знаем, что Слово Твое верно и истинно, Потому что это Ты сказал, Ты из Своих слов никогда не отрекаешься. Мы благодарим Тебя за эту силу любви, За ту помощь и поддержку, За заботу, Которую Ты всегда нам оказываешь, Что Ты нас милуешь, Ты нас долго терпишь, Ты помогаешь нам, Ты исправляешь нас, И, Господи, Ты наставляешь нас. Мы благодарны Тебе, То, что мы всегда можем приходить к Тебе, Черпать эти силы, Черпать Твою помощь. Да будет прославлено Твое имя в нашей жизни. Великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аллилуйя. 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 Слава Богу! Слава Богу! Буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, ведь мой Бог со мной Найду покой В тебе, Христос Верю я в могущество Твое Пусть бушует шторм и громкий мир Над бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, ведь мой Бог со мной Пусть бушует шторм и громкий мир На бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, ведь мой Бог со мной Скрой меня своим крылом Пусть бушует шторм и громкий мир Над бурей буду я с тобой парить Мой отец и царь над всей землей Мой отец и царь над всей землей Мой отец и царь над всей землей Я не боюсь, ведь мой Бог со мной Я не боюсь, ведь мой Бог со мной Да, Господь, ты сказал, в любви нет страха В твоих любви нет страха Потому что мы знаем, что нас ждет Мы знаем наше будущее И нам нечего бояться Ты всегда рядом, ты всегда с нами Ты любишь нас И ты, Господь, ведешь нас твоей рукой Даже когда мы где-то согрешаем И оступаемся Мы знаем, что мы можем исповедовать Свои грехи перед тобой И ты, будучи верен и праведен Очистишь, обмоешь нас от всякого греха Дашь силы идти дальше Дашь силы подняться И следовать за тобой И мы благодарны тебе за эту любовь Которую ты явила на кресте Дай нам действительно В ней купаться Понимать ее Осознавать, жить этой любовью И да будет имя Твое прославлено Наш Бог и Царь, Отец и Дух Святой Аминь Присаживайтесь Слава Господу Приветствую вас, дорогие братья и сестры Дорогая Церковь Любовью нашего Господа Иисуса Христа Благодать и мир Да умножится в сердцах ваших Поприветствуйте друг друга Повернитесь Кто кого-то, может быть, не видел Приветствую, брат, сестра Я люблю тебя Бог любит тебя Сегодня особенный день Когда мы вспоминаем о его любви О его жертве День Святого Таинства Причастия Все готовились к этому дню? Мы предупреждали, что сегодня у нас Таинство Причастия Призывали всех готовиться Как говорит Писание Мы не сами так хотим А Писание говорит, что мы Исследовали себя Верили мы И обычно, когда мы Исследуем себя Верили мы Ну почему-то Прежде всего Мы смотрим На Какие-то внешние наши дела Ругаюсь ли я матом Заругался ли я Еще не оставил ли я матершинные Какие-то слова Бывает Или там Курю ли я еще Где-то позволяю себе курить Выпивать Чрезмерное количество алкоголя Ну Разные моменты Кто-то более Может быть уже Скажем так Более По-духовни что ли Да Или Так определить Он же думает Злюсь ли я Злился ли я Обижался ли я Гордился ли я На этой неделе Или завидовал ли я Кому-то Или Желал кому-то Зла Может быть Вот такими Категориями Мы Исследуем себя Но Что мы должны Самое главное Понимать В чем мы должны По-настоящему Исследовать Себя И это лишь Последствия Вот эти вот грехи Которые мы назвали С вами Это лишь Последствия Одного Недопонимания Что нам нужно В чем Действительно Исследовать Себя А действительно ли Бог у нас В жизни На первом месте Действительно ли Я поклоняюсь Богу И он для меня Самое главное И самое важное В жизни Если так Да То все остальные Отсюда вытекают Как бы Вери ли я Да Как Вери ли я И Писание говорит Что все Что не по вере Грех То есть он Так Общим Да Обобщает все То есть Не конкретизирует Там Кто там Грех это алкоголь Там Или еще что-то Чрезмерное употребление Нет Все что не по вере Грех То есть если У тебя Неправильные В жизни цели Неправильные Приоритеты То ты уже Находишься В таком Положении Греха Поэтому мы должны Понимать Да Если мы Неправильные Надо исправить Надо восстановить Эти приоритеты Или если мы Например вспоминаем Как Сатана искушал Иисуса Христа В пустыне Он же не искушал Его Укради там Да Выпей там Он не в этим Искушал Его Он чем искушал Поклонись Мне Да То есть Вот я тебе дам Все царства Ты лишь Поклонись Мне Прими Меня Или он Говорит Вот сделай Ты же хочешь Кушать Вот сделай Эти камни Хлебами То есть Чем он Он подмену Такую делал Да То есть Он обращал Иисуса взгляд На что Не на небеса Да К чему мы призваны Чтобы мы куда Взирали Писание говорит В небеса Мы искали Горнего Стремились к небесу Мы понимали Кто мы такие Вот наша цель А он переводил Этот взгляд На земное Вот ты хочешь Кушать Да Ты Сделай Здесь Сделать себя Счастливыми Да Он подмену Такую делает Мы понимаем И Писание нам Говорит Что мы можем Счастливым Быть только В Боге Только Он нас Действительно Может сделать Счастливыми Материальные Ценности Материальные Блага Земные Какие-то Понимания То что принято В этом мире Они никогда Не сделают Нас счастливыми Может быть На короткое время Какую-то радость Принесут Но настоящий мир Покой в сердце Не дадут Тот который Может дать Только Бог Никаким образом Кто например Не женат Или не замужем Думает Муж Жена появится Все я буду счастливым Нет Ну на какое-то Время может быть На первый год жизни В браке А потом Надо притираться Потом надо Меняться Или там У меня будет Большой дом Я буду счастливым Или у меня появятся Дети Я буду счастливым Нет Дети тоже Нас иногда Разочаровывают Может не иногда То есть Это счастье Такое счастье Которое говорит Бог Оно не приносит Земное Сатана Сатана пытается Нас к этому К материальному К земному Наш взгляд И как говорит Писание Кто только в этой жизни Надеется на Христа Тот несчастней Всех человеков Потому что Наш взор в небеса Где этот мир Он не справедлив Здесь никогда Не будет справедливости Только у Бога Действительно То что нам нужно И то что нам Необходимо И так он Он говорит Только поклонись мне Да Иисусу И я все тебе отдам Все царства Или сделай из камней хлеб Ты же хочешь кушать Зачем тебе страдать Зачем Так и сегодня Сатана говорит Зачем тебе страдать Слушай Христианин Не страдай Обрати внимание сюда Поклоняйся мамоне Писание говорит Нельзя поклоняться Двум господам Богу и мамоне То есть Если одному будешь служить Значит о втором Будешь не родить Если будешь К земному стремиться Значит Это не поклонение Богу И он делает Вот такую вот Подмену нам И знаете Христиане ведутся Вот как Иисус Прошел это испытание А Мы к сожалению Часто не проходим Почему Мы пытаемся Бога использовать Для своих Каких-то материальных благ В основе своей Когда он говорит Из камней Да Сделай Сделай из камней Ты же сын Божий Сегодня мы знаем Даже есть такие учения Мы же дети царя Значит мы должны Здесь быть счастливыми В земной жизни Богатыми Знаменитыми Здоровыми Никаких проблем Только попроси И знаете Кто-то просит И использует Бога В своих вот таких Вот земных целях И только в них Да И Бог помогает Где-то даже Ну есть духовные Какие-то определенные Законы И он превращает Камни в хлеба Дает возможность Ну тогда Твой ориентир Меняется Ты сам этого Не замечаешь Но ты смотришь На земное уже Ты прилепляешься К земному Или как написано У Петра Чтобы мы Подщились И не были Оскверненными Этим миром Он говорит Подщитесь Вот как-то То же самое Как и Со Христом Да Что он был В пустыне Когда Дух его возвел Что он там делал Постился Да Так и мы Сегодня Как Писание Призывает нас Чтобы мы вели Святой образ жизни Чтобы наш взор Был устремлен В небеса Мы не позволяли Себе Этой роскоши Вестись За прелестями Этого мира К этому Призывает Нас Господь Только к этому Или вот мы Сегодня будем Сейчас Прославлять Господа Еще одним псалмом То есть такие слова В одном Куплете Свободу ищу От житейских Оков Тех Что зовутся Житейское Счастье Житейское Счастье Вот то что О чем мы говорили То что принято В миру Счастье Здесь На земле Но на земле Мы никогда Вот по настоящему Если мы будем Стремиться За земными ценностями Не будем Только Бог Счастье Только у него Этот мир Покой Радость Которые Действительно Нас Делают Наполняют Нас И они Не приходящие Они постоянные Все что здесь На земле Оно сгорит Все сгорит Поэтому Мы всегда Должны задуматься Что для нас Главное Какой для нас Приоритет Небеса Или земное И у нас сейчас Проходит в нашей церкви Семейный курс Мы ведем И знаете Некоторые семьи Они Ну В таком Небольшом Шоке Или Не понимают Когда спрашивают А какая цель Вообще семьи Семейной жизни Для чего Бог создал Семью Цель ее И мы говорим Мы основываемся На святом писании Что это не рождение Детей Это не цель Не воспитание Детей Это не цель Семьи Мужа и жены Когда Бог Соединяет Да Это нужно Это необходимо Бог если дает Детей То Мы живем Не для детей В семье Потому что есть семьи Без детей Но они соединяются Не какие-то Плотские желания Цель семьи А цель семьи Это Вместе достигнуть Небес Помочь Друг другу Уже сейчас Здесь на земле Приготавливать Себя Вот к той Небесной жизни Поэтому Писание говорит Чтобы не блудить Имей каждую Свою жену В Коринфянам Первая Коринфянам Семья Глава Имей свою жену Имей своего мужа Для чего Чтобы не блудить Не грешить Одно из положений Чтобы вместе Достигать Освящение ходить Святости Писание говорит У Петра Тоже есть Чтобы мы Относились С мужья К женам Как вот К сонаследницам Благодатной жизни Правильно Относились Как к немощным Сосудам То есть Они наследницы То есть К этому мы Идем Вот цель Вообще Брака Цель семьи Цель жизни Человека Это небеса И мы Себя Приготавливаем Здесь Поэтому Писание Говорит Когда Обращается К мужчинам К женщинам К братьям Сестрам Он говорит Чтобы мы Женились На ком Или выходили Замуж На своих Поверия Тогда Вы будете Одна плоть Вместе Потому что у вас Будет одна цель А если Не на своих Поверия У вас будут Разные цели Это уже Не одна плоть Даже Писание Разрешает Разводы Если Неверующий Муж Или жена Не хочет Жить С верующим Мужем Или женой Разрешает Допускает Такое Оно Запрещает В том Случай Если Хотят Жить То есть Есть Еще Надежда Что Они Уверуют Цель Нашей Жизни Не здесь Неземные Ценности Неземное Благословение Как мы Говорим Земные Материальные Какие-то Возможности А приоритет Всегда у нас Господь И мы так Должны Выстраивать Свою жизнь Послушание Ему Нашему Господу Поэтому мы Об этом Прежде всего Должны Задумываться Действительно Либо Бог У меня На первом Месте Действительно Я слушаюсь Ему Кому Я посвящаю Время Конечно По этому Писание Говорит Мы все Много Согрешаем Потому что Зачастую Сатана Приходит И похищает У нас Эту цель Поэтому Впоследствии Другие Какие-то Грехи Накапливаются Мы все Много Согрешаем Но Бог Так любит Нас Мы знаем Даже Адам И Ева Когда Они Согрешили То Бог Не оставил Их Он Сделал Что Кожаные Одежды Да Это Как Знак Того Что Они Спасены И Он Идет За Человеком И Он Придумал Этот План Спасения Который Вил В Сыне Своем Отдав Его На крест За Наши Грехи Ну Даже Если Мы Согрешили Сегодня Да У нас Есть Надежда Он С нами Он Нас Не Оставляет Он Обещает Исповедовать Свой Грех Он Будучи Уверен И Праведен Очистит Нас Если Мы Честно Признаемся Что Действительно Да Господь Я Неправильный У меня Неправильные Цели У меня Неправильные Мысли Я Не туда Стремлюсь Не того Ищу Я Хочу Чтобы Ты Был У меня Всегда Во главе Моей Жизни Он Говорит Я Чищу Исправлю Или Как Вот еще Одно Искушение Которое Было У Иисуса Если Ты Сын Божий Бросься Вниз Ибо Написано Ангелом Своим Заповедует О Тебе И на руках Понесут Тебя Да не Приткнешься А камень Ногою Твоею Бросься Вниз Сын Да Если Ты Сын Божий Мы Сегодня Все Дети Божьи Так Говорит Писание Уверовавший Во Христа Иисуса Мы знаем Что даже Если Мы согрешим Вот как Мы говорили У нас Есть Возможность Прийти Исповедовать Свои Грехи Но Бог Не хочет Чтобы Мы Согрешали Вот как Иисус Он Не 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 Повелся На это Искушение Да Может быть Ангелы Бы Его И Подхватили Как И Бог Нас Сегодня Подхватывает Когда Мы Грешим С вами И дает Нам Путь Вот Нашего Исцеления Искупления Прощения Грехов Он Хочет Чтобы Вы Прилагали Всякое Старание Не Грешить Жить Святой Жизнью Ну а Если Согрешили То Конечно У нас Есть Кровь Христа Или Как Говорит Апостол Иоанн Дети Мои Сие Пишу Вам Чтобы Вы Не Согрешали Я Не Хочу Чтобы Вы Согрешали Бог Прилаг Жить И Всякое Старание А Если Бы Кто Согрешил То Мы Имеем Ходатая Пред Отцом Иисуса Христа Праведника Он Есть Умилостивление За грехи Наши И не Только За Наши Но И за Грехи Всего Мира Так что Мы Познали Его Узнаем Что Та Из Того Что Соблюдаем Его Заповедь То есть Ты Хочешь Их Соблюдать Ты Прилагаешь Всякое Старание Их Соблюдать Ты Принимаешь Иисуса Своим Господом Греховная Плоть В нас Она Бывает Дает Осечку Тогда Мы Можем Обращаться К Иисусу Христу Призывать Его В свою Жизнь Исповедовать Свои Грехи И Он Обещает Нам Что Он Простит Очистит Даст Силы Снова Восстановит Снимет Вину За грех Даст Силы Идти Опять Снова Жить Стараться Жить Святой Праведной Жизнью И вот Здесь Есть такие Слова В этом Псалме Которые Мы будем Беть Ты не печалься Не беспокойся Если Бог С нами Чего Бояться Нечего Бояться Потому что Бог С нами Всегда И Он Он Доведет Нас До Конца Так Он Обещает В своем Слове Поэтому Давайте Мы Честно Смотреть Своё Сердце И конечно же Правильно Принимать Жертву Христа В свою Жизнь Ценить Ее Дорожить И стараться Жить Святой Жизнью Давайте Помолимся Прославим Господа Отец Небесный Вся Слава Тебе Мы Очень Благодарны Тебе За то Что Мы Имеем Великую Привилегию Быть У ног Твоих У Твоего Престола Ты Открыл У нас Веру Ты Дал Ее Нам Она Не От Нас Мы Знаем Это Мы Понимаем Это Только Благодаря Твоей Вере Господи Мы Имеем Спасение Благодаря Твоей Благодати И Милости К нам Дай Нам Дорожить Этой Благодатью Дай Нам Стремиться Жить Всегда Святой Жизнью Чтобы Ты Был У нас На Первом Месте Чтобы Мы Стремлялись Свою Зор Небеса Чтобы Мы Искали Тебя Мы Служили Господь Тебе И Мы Конечно же Стремлялись Только К Нашему Господу Понимали Твою Волю Искали Твою Волю В Свою Жизнь И Там Где Мы Господь Еще Что То Делаем Неправильное Исцели Нас Очисти Нас От Неправды И Дай нам Четкий Явный Курс Куда Нам Ити Четкое Явное Понимание Куда Нам Стремиться Чтобы Действительно Мы Были Счастливыми Мы Ощущали Твой Мир Твой Покой В наших Сердцах Дай нам Исповедовать И свои Грехи И Конечно Никогда Не бояться Ничего Зная Что Ты Всегда С Нами И Ты Любишь Нас Твоей Любви Нас Никто Не Отлучит Тебе Вся Слава И Честь Отец Сын И Дух Святой Аминь Я Постигаю Сквозь Слезы Недой Радости Встречи Недой С разлуки Пью Эту Чашу Где Сладость Несой Перемешались Надеждой И Мукой Ты Ты Не Печайся И Беспокойся Если Бог С нами Чего Бояться Ты Не Печайся И Беспокойся Если Бог С нами И Не Живей Я О Прошлом Нечу Вижу Как Катится Мир Катастроф Верю Я Крестный Мой Избранный Путь В тайну Распятой Любви На Голгофе Ты Не Бечайся Не Беспокойся Если Бог С Нами Чего Бояться Ты Не Бечайся Не Беспокойся Если Бог С Нами Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. Чего бояться? Ты не печалься, не беспокойся, если Бог с нами. не печальтесь не беспокойтесь бог с нами бояться не нужно сейчас я жду детей на благословение так возлюбленные на галерке давайте там рассасывайтесь смес много проходите не стесняйтесь садитесь располагайтесь как удобно перед вы знаете что по нашей традиции в этот день мы всегда зачитываем символ веры почему потому чтобы напомнить себе в кого мы верим каков наш бог сказать просто что он всемогущий что он всесильный этого мало он еще и нежно любящий отец наш и он хочет это записано в его слове чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины и очень печально что у нас есть сейчас новое служение разбор слова отдельно по понедельникам онлайн идет можно войти в группу послушать и там в последнее время очень много таких нужных архиважных вещей мы разбирали но к сожалению одни и те же заходят вот и сегодня проповедь будет именно на вот на те темы которые мы разбирали поэтому я по вас попрошу быть очень внимательным внимательно отец небесный я прошу тебя господи чтобы ты донес твою истину все за каждого здесь присутствующих чтобы мы понимали что ты хочешь и ты пришел для того чтобы мы имели жизнь и имели с избытком не столько материальным сколько духовно чтобы мы имели мир покой удовлетворение от этой жизни ведь великое приобретение ты сказал быть благочестивым и довольным довольствуетесь тем что есть я прошу тебя господи донеси эти мысли эту мудрость сердца всех кто кто будет сегодня слушать и внимательно во имя иисуса христа аминь ну вот сейчас мы встанем и напомним себе символ веры символ веры вчитываясь в каждое слово понимая осознанно перед богом перед собой и перед церковью произнесем слух провозгласим символ веры веру в тебя всемогущий бог отец творец неба и земли верую в сына единородного твоего господа нашего иисуса христа зачатого святым духом рожденного девой марии пострадавшего при понтии пилате распятого на кресте умершего и погребенного воскресшего на третий день и возневшегося на небеса где он пребывает по правую руку всемогущего бога и откуда придет совершить суд над живыми и мертвыми верую в святого духа верую в единую святую христианскую церковь в общение верующих в прощение грехов в воскресение тела и вечную жизнь аминь аминь присаживайтесь пожалуйста как вы видите в конце вечную жизнь кто не верует в вечную жизнь для кого это не важно считайте что вы неверующий человек ну а сегодня у нас причастие и основной стих будет из послания евреям апостола послание евреям ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окрепление освещает оскверненных дабы чисто было тело то коль ми паче кровь христа который духом святым принес себя непорочного богу очистит совесть нашу от мертвых дел для служения богу живому и истинному аминь это благословенное местописание говорит о двух видах очищения мы все грешные аминь да или кто то есть тут чистенький безгрешный нет да все вот очищение нам нужно и поэтому мы готовимся к причастию приносим покаянных молитвах в исповедании нашу нечистоту так вот о двух видах очищения первое это очищение тела в ветхом завете внешнем временном кровью животных и жертвами которые как говорится чуть чуть выше видите не могущее сделать совести совершенными освещаемых то есть эти жертвы они на время давали какое-то успокоение людям согрешившим на время но совесть их все равно мучила они не могли полностью вот именно иметь жизнь с избытком вот полное прощение понимаете радость жизни если вот на тебе висит скала вины то какой радости а какой вообще может идти речь так вот в совести не могли эти жертвы сделать и второе это говорится об очищении совести верующих сейчас в наше время кровью Иисуса Христа как вы видите да принес себя непорочным чтобы очистить совесть нашу от мертвых дел то крайне важно возлюбленные различать грех в плоти нашей и грех на совести если мы смешаем вот эти два понятия то никогда не сможем принять обилие благодати божией и дар праведности не сможем принять отцовство вот многие не поймают как это бог отец отец который тебя родил который тебя любит ведет сохраняет оберегает это бог и наше поклонение если мы смешаем все таки эти два понятия как образ жизни господи будет извращен она не будет полноценным я не могу славить бога от души если на мне что-то висит когда я чувствую что я прощен я благодарю бог апостол и он пишет бог есть свет и нет в нем никакой тьмы если мы говорим что имеем общение с ним а ходим во тьме то мы лжом и не поступаем поесть и и далее вот шестой стих нет а все не надо оставь тот предыдущий вот если мы любим я хочу пояснить эти слова если мы любим этот мир и то что в нем если не отказываемся от его принципов от приоритетов этого мира то мы во тьме то мы во тьме нет никого кто бы так четко и ясно признавал присутствующий в нем грех как тот человек который ходит во свете божьем потому что все обнаруживается вот дальше давай все обнаруживаемое делается явным от света ибо все делающиеся явным свет вы все наверное наблюдали это явление когда открываешь окно да штору и вот яркий пучок света и вы видите всякие пылинки которые в этом луче так вот вроде бы не видно ничего как яркий свет так вы видите массу всяких там микробов микроорганизмов коронавирусы летают там вот все обнаруживается от света в свете божьем все видно если мы отрицаем что в нас имеется грех то мы обманываем сами себя и истины то есть света божьего который высвечивается нет у нас еще раз напомню о важности понимания различия между грехом в нас и грехом на нас в нашей плоти вот мы вот в понедельник на разборе слова разбирали послание римлянам и там есть такие слова что в нашей плоти живет грех потому что наш предок Адам согрешил посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили в нем это я обычно привожу образ радиации вот облучение да человек получил он еще розовенький он еще очень замечательный симпатичный такой но он уже смертельно болен в конце концов он смерть да наступит так вот поэтому Павел написал опять же там же в послании римлянам вот в 7 главе говорит потому уже не я то делаю то есть не я но живущий во мне грех когда я делаю зло зло и не хочу его но получается у меня зло то не не я то делаю а живущий во мне грех но если сказать что на верующим есть на истинно верующим грех перед лицом бога значит подвергнуть сомнению очищающую кровь христа зачем мы пришли сюда сегодня отвергнуть отвергнуть истину слово божие которое говорит что кровь христа очищает нас от всякого греха аминь и делая это смотрите навсегда совершенными освящая одним приношением иисус христос своим распятием на кресте сделал навсегда совершенными освященными этому нужно верить вот это и есть вера вот это и есть вера и если кровь господа производит совершенное очищение то значит и совесть верующего очищена он может радоваться этой жизни он может жить полноценной поэтому мы можем как написано в писании входить с дерзновением во святилище божье непосредственно престолу благодати так учат божье слово и только в нем слове мы можем узнать наше истинное положение в глазах всемогущего создателя и творца нашего но тут вот загвоздка однако мы более склонны говорить богу о том чем мы являемся в наших глазах какими мы видим себя по факту вот это затрагивал декан Дмитрий он говорил об этом вот мы видим себя гнев в себе видим зависть обиды злость зложелания всякие вот это видим и на это больше рассредотачиваем внимание чем слушать бога как он видит нас во христе иисусе и кем мы являемся для бога его сын я напомню вам я это не раз говорю что статус верующих статус верующих истинно верующих опять таки святые возлюбленные чистые непорочные с которыми бог собирается проводить вечность но нам привычнее нам привычнее так мы устроены заниматься самосозерцанием на уровне самокопания самобичевания выискивать в себе вот какие-то недочеты ведь нам намного легче и понятнее что-то сделать для бога нежели принять его дар и откровение о том что он уже совершил для нас во Христе Иисусе уже совершил вот давайте прочтем что он сделал который дал себя за нас он отдал себя на мучения за нас для чего чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный ревностный добрым делам аминь вот и именно вот на этом откровении основана наша вера вот она жиждется на этом откровении именно это та спасающая вера которая наполняет душу миром которого мы так хотим покоем радостью радостью вот именно вот это вера такая вера дает а не какие-то там ритуалы действия поставить свечку там поцеловать там такую-то икону там или еще что-то нет вот такая вера что бог дал себя за нас на мучения чтобы освободить простить нас от беззакония очистить себе народ особенный вот для чего вы слышите меня или нет аминь аминь или спите так парадоксально это да это логике нашей трудно поддается но слово божье говорит сам бог говорит и учит что на нас нет греха и мы святые и неповинные в его глаза вот колоссян давайте прочитаем послание ныне примирил в теле плоти его смертью его что зачем опять зачем он примирил зачем он умер на кресте чтобы представить вас вас вот здесь сидящих вас если вы веру святыми и непорочными и неповинными перед собой ну это понимаете для людей это бред ну как так можно какого-то убийцу насильника уверовавшего в эту жертву представить святым непорочным и неповинным ну это это и есть вера вот она вера и далее там написано что если только пребываете в вере вот он представит вас таким если только пребываете в этой вере но в то же время слово утверждает что мы имеем грех в себе и мы это видим и знаем как же так ну абсурд да как это понять как это образуметь как это совместить мы и безгрешны и в то же время мы грешим христианин избавлен от вины греха и от осуждения за него послание римлянам вот опять-таки возвращаемся посим 1 и так нет ныне никакого осуждения тем кто во Христе Иисусе то кто принял Иисуса Христа верой тот во Христе Иисусе и ему нет никакого осуждения от Бога от людей будут осуждения не переживайте найдут найдут да но от Бога не будут нет ныне никакого осуждения и верующий свободен от греха как от определяющего такого ведущего начала жизни если раньше мы купались барахтались в этом грехе с радостью и говорили ох как классно ну все так делали и я то теперь это уже противно ну не мое это не моя среда обитания и вот теперь римлянам опять таки шестая глава я такую подборку сделал и вы поймете для чего зная то это с шестого по одиннадцатый стих стихи если что дома откройте запишите адресу зная то что ветхий наш человек распят с ним зная то что ветхий наш человек вот тут адамов он распят с ним ежели мы умерли со христом то веруем что и жить будем с ним так и вы почитайте себя мертвыми для греха живыми для бога во христе иисусе эти слова говорят о том что грех в нас со всей своей омерзительной силой в нас но верующие мертвы к нему мертвы к нему мы умерли во христе погребились с ним крещением в смерть и какие претензии теперь могут быть к мертвым я может вас уже притомил этим примером но тем не менее еще раз его расскажу вот вы допустим ограбили банк на медне взяли большую крупную сумму денег ну и на радостях естественно накупили шнапса много отметили это дело и сердце не выдержало и вас вычислили полиция приезжает раз чтобы вас арестовать а вы лежите мертвенький какие претензии мертвенькие мертвенькие все какие претензии все так вот почитайте себя мертвыми для греха грех не должен над вами господство и вы заметили вот слова которые я подчеркнул зная то притом знаем да веруем почитаем то есть по факту мы одни но веруя богу веруя в его слово мы другие вот это вот такова неизменная двойственная позиция верующего перед богом иметь чудесную святую привилегию наслаждаться свободой от греха быть прощенным и в то же время скорбеть от греха пребывающего в нашей плоти и извечный вопрос и что же делать что делать да чернышерст во многих церквях учат что бог грешников не слушает и опираются на писание вот допустим места и написано но мы знаем что это фарисеи там в их разговоре прозвучало но мы знаем что грешников бог не слушает но кто чтит бога и творит волю его того слушает аминь чудесно если бы это это давид если бы я видел беззаконие в сердце моем то не услышал бы меня господь аминь тоже аминь и что же делать я говорю что делать но апостол иоанн дает ответ в своем послании в первом послании вот мы сейчас это и прочитаем если исповедуем грехи наши и что то мы что то делаем да то он бог будучи верен неправед простит грехи и очистит нас от всякой неправды сам бог это не я придумал вот написано если исповедуем грехи наши то есть я называю грехом я не не приукрашиваю ничего исповедание это состояние в котором наша совесть может пребывать чистой и свободной бог не сказал если вы будете молить меня о прощении но если исповедуете тогда я сам очищу и прощу вас еще раз повторюсь то есть надо назвать грех грехом возненавидеть его исповедание это как бы постоянный настрой души на небеса на на небесную волну опять-таки существует различие между молитвой о прощении и исповеданием например ну вы согрешили делом словом мыслью поступком и христианин может долгое время молиться о прощении тем не менее не получить никакой уверенности в том что прощен но в тот момент когда он искренне и честно исповедует свой грех ему остается лишь только одно поверить поверить в те слова если исповедуем грехи наши то я будучи верен и праведен прощу да вот поверить в эти слова остается фактически привычка молиться о прощении грехов говорит о незнании совершенном незнании того как бог являет себя в личности и в деянии христа это так называемая абстрактная вера ни к чему не ведущая вот теперь пожалуйста второе коринфянам а как он являет себя бог во христе примирил с собой мир не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирение вот это я слово примирение сейчас вам доношу ему что бог во христе бог был во христе и примирил собой мир не вменяя людям преступления и также это говорит о незнании тех отношений в которых ныне находятся верующие благодаря жертве господа и о состоянии совести которая прощена и очищена кровью христа бог отец получил во христе совершенное полное окончательное удовлетворение за все грехи наши за все грехи своих верующих детей и кто-то сейчас уже так наверное так подумает вот заладил уже да вот заладил все все грехи а может там один какой-нибудь там да и остался где-нибудь там завалялся притаился мы верим слову божьему что на кресте было явлено полное искупление всех грехов и бог не нуждается в дальнейшем умилостивлении он от нас не требуется умолять упрашивать его быть верным и праведным не требуется ведь его божие ведь его верность и милость явлены нам в смерти его сына наши грехи никогда не предстанут пред лицом божиим поскольку христос понес их на себе удалил их заняв наше место и слово боже которые советуют нам как нам нужно поступать вот смотрите взирать на начальника и совершителя нашей веры взирать туда не на свой грех а на начальника и совершителя веры Иисуса который вместо предлежащей ему радости и славы претерпел крест пренебрех посрамления и воссел одесную престола Божия помыслите о претерпевшем такое над собой упоругание от гречников то есть от нас с вами чтобы вам не изнемочь и не ослабить душами вашими если Иисус прошел это все это должно укреплять нас но мы же все таки грешим как быть с этим дорогие когда грешим наша совесть чувствует это сигнализирует Дух Святой заставляет нас это почувствовать открывает нам это и он не допустит чтоб какая-нибудь греховная мысль проскочила мимо без суда но вопрос проникли или появится ли наш грех в присутствии Божьем никак конечно желающие желание всех верующих детей Божьих не грешить это это да и аминь но если и случается такое вот брат уже этот приводил это место писания если и случается то дети мои все пишу вам чтобы вы не согрешали да он просит старайтесь не делать но если бы кто и согрешил то мы имеем ходатая перед отцом Иисуса Христа праведника он есть умилостивление за грехи наши и не только за наши но за грехи всего мира что значит за грехи всего мира можно подумать значит что все люди в конце концов будут спасены и прощены нет грехи всего мира это все верующие всех времен и народов всех сословий всех национальностей которые приняли Иисуса Господа ясно все кто принял по всему лицу земли вот Иисус сохранит нас до конца во всей целостности и наше отношение с Богом но увы этого все таки до конца не понимают не принимают и не верят что наш грех не может отразиться будьте внимательны не может отразиться на мыслях Бога о нас и на отношениях его к нам но наш грех не может отразиться на отношение Бога к нам но зато очень успешно отражается на наших мыслях о Боге очень успешно и хотя вот грех как мы выяснили не может проникнуть в присутствие но он легко может забраться в наш разум и закрыть в наш взор от нашего взора и Голгофский холм и жертву Христа и крест Христов все грех сгущается до невозможности вот эти черные тучи на нашем духовном горизонте и закрывает нам сияние Божьей славы и Божьей милости и Божьего прощения грех не может отразиться на наших отношениях с Богом но очень даже может помешать нам наслаждаться этими отношениями отразиться но наслаждаться отношениями он может потому что ты чувствуешь себя уже не ты обвиняешься ты не веришь в это прощение и что же делать если исповедую опять так если исповедую да именно исповедание мы восстанавливаем прекрасное чувство близости с Богом не отношения восстанавливаем а близость этих отношений мы восстанавливаем рассеиваем темные тучи вновь наслаждаемся дивным светом Божиим от нас уходит вот некоторое некое страшное ожидание суда и ярость огня готового пожрать противников иногда знаете когда согрешишь есть такое чувство вот что-то ожидает тебя что-то ты от вас уходит тогда это ожидание суда и ярость огня таков божеский способ воздействия на своих возлюбленных чад а исповедание это наш ответ на это воздействие иначе до нас просто извините не доходит и поэтому многими скорбями надлежит нам войти в царство мы должны уйти от мысли что мы вплывем в рай на такой лодочке с опахалами там нас будут так вот это подталкивать нет многими скорбями потому что мы несовершенны и бог научая нас он и посылает потому что от скорби происходит терпение да от терпения опытность надежда а надежда не постыжает вот существует к сожалению целые учения о молитвах о прощении грехов молитвословы такие вот о которых кстати совершенно отсутствует основание прощения то есть жертва христа на кресте россии вот допустим ну это наша россия мы же все православные так сказать вот недавно мой сын был в храме и долго искал распятие иисуса христа где где ж оно там это основа нашей веры ну наконец-то нашел хотел поставить свечку так и не получилось я о чем хочу сказать что просите но через жертву иисуса христа правильно это основа необходимо знать что наши молитвы какими они не были бы горячими какие бы они не были искренними замечательными никогда не могут заставить бога простить нас ни одна наша молитва какая бы она ни была она не может заставить бога простить нас сделать это не может никто кроме иисуса христа и при том распятого милость и верность божия начинает действовать только через жертву его сына всемогущий судья уже осудил наш грех в лице сына своего нашего ходатая и заступника а в акте исповедания вот о котором мы говорили мы судим самих себя так как даже самый незначительный но неисповеданный грех обязательно нарушит наше общение с богом вот этот контакт с богом он будет утерян и он будет прерван до тех пор пока мы не увидим и не ощутим всю мерзость греха пагубность его не осудим его в исповедании только тогда дух святой опять ведет нас в присутствие божьих различие между молитвой и о прощении и исповеданием состоит еще и в том что гораздо легче просить в общих чертах о прощении грехов нежели четко ясно открыто обозначить их но вы наверно замечаете часто прости грехи вольные и невольные а что это значит объясните мне пожалуйста нет конкретно больно не больно нормально нет ты господи прости зависть я не могу смотреть я меня тут я хочу того что ты не хочешь я делаю то что ты тебе мерзость и ты и ты может каждому ты может найти в себе что он делает не то и вот это надо исповедовать а не вольные невольные и все это почему я вам сейчас докажу это писание пожалуйста если бы ибо если бы мы судили сами себя видите то не были бы судимы если бы мы хотя бы умели судить себя будучи же судимы наказываемся от господа чтобы не быть осужденными с миром от того вот у нас и болезни и немощи и умираем вот от этого что мы не можем судить сами себя не можем быть честными сами но назвать и осудить нужно лишь опять таки вот один такой штришок но назвать и осудить нужно лишь только то что показал и в чем тебя обличил дух святой что он тебе открыл и проговорил не стоит нарочито скрупулезно искать выкапывать выискивать в себе грехи какие не нужно этого делать но к сожалению есть такая практика особо духовные такие люди и они эту практику выдают за высокодуховное какое-то действие чем больше ты там копаешься в себе с адамазохизмом занимаешься тем это духовнее хотя это отводит нас наш взгляд от Христа и сосредотачивает его на нашей плоти мы копаемся в себе а это ведет к духовной болезни и к духовной смерти так как вот помышления плотские суть смерть а помышления духовные жизнь и мир аминь то есть когда мы смотрим на плоть на свою это смерть когда же мы взираем на совершителя нашей веры Иисуса Христа и что он сделал это жизнь и мир еще немножко различия между исповеданием и просьбой о прощении можно ярко увидеть на примере наших замечательных дорогих детей если ребенок совершил что-то дурное ему легче попросить прощения чем открыто признать в чем именно он виноват прося прощения ребенок может держать в голове массу оправданий которые ослабляют вину и желание исправиться он также может думать что он не так уж и сильно и виноват ну подумаешь ну вышло так да ну хотя попросить прощения на всякий случай нужно нужно ну исповедание это суд над самим собой без каких-либо поблажа исповедание это суд без каких-либо поблажа где грех ты называешь грехом без приукрас и оправданий и еще прося прощения мы как дети можем лишь желать избежать последствий своего поступка то есть уменьшить наказание сгладить гнев уменьшить наказание а в исповедании можно увидеть всю порочность греха всю его мерзость всю опасность возненавидеть его и иметь искреннее желание оставить его вот это очень важно как бог отец поступает согрешившими детьми вот еще один интересный вопрос он не говорит нам давайте забудем и начнем все сначала ну нет как будто ничего не было так он не поступает духом святым бог обличает посылает сердца наши и страх наказания и осознание отвратительности и омерзительности греха и неотвратимость конечно воздает ну возмездие за ним и еще если бы божье прощение зависело от наших просьб молитву то все без исключения христиане решили бы с легкостью почему потому что любые воспитательные меры которые ну воздействия бога могли бы легко прерываться одной лишь молитвой с просьбой о прощении и все и все перед совершением таинства причастия я хотел бы задать вам несколько вопросов как всегда первый принял ли ты бога всем сердцем своим всем разумением своим любишь ли ты его почему и зачем ты приходишь к нему в церковь твои мотивы вот вот заодно это очень важно веришь ли ты в его любовь безусловную любовь веришь ли ты в искупительную жертву Иисуса Христа имеешь ли в своей совести мир через вот это совершенное искупление на кресте если перечисленное у тебя есть если у тебя появилось желание читать слово божье библию желание молиться разговаривать с ним славить благодарить господа то ты его дитя тут далеко ходить не надо ты его дитя и все твои грехи прощены ты праведен и свят во Христе Иисусе перед тобой открыты небеса со всей их неизреченной славой твоя вина полностью устранена ты имеешь мир с Богом и можешь купаться в океане его любви повторяю слова да искупление совершилось твое лично есть одни стихи такие я хотел бы их вам прочитать свершилось наше искупление судья всевышний дал прощение мне кровью сына своего свободен я от осуждения за все грехи и преступления мой грех возложен на него аминь и что же остается нам жить ради Христа жить для его славы мы оставлены здесь на малое время ненадолго чтобы трудиться во имя господне проповедовать евангелие благодати божьей и ожидать его спасения в той же главе с чего мы начали в девятой главе евреям в двадцать восьмом стихе указаны такие слова во второй раз это второе пришествие господа он явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасение и последние стихи библии именно об этом ожидании об этом чаянии всех верующих всех чат божьих и они говорят так и дух и невеста невеста это церковь вы все и дух и невеста говорят приди и слышавшись скажет приди ей гряди господи иисусе аминь 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 так что благодать господа иисуса христа его чудное прощение его любовь да пребудет со всеми нами аминь будьте благословенны давайте сейчас помолимся и прославим господа и будем приходить причастность отец небесный великий всемогущий любящий благодарю тебя что ты даруешь нам свое слово что ты утверждаешь нас в вере что ты открываешь нам во что нам верить и как нам верить если мы пребудем в вере мы получим вот этот дар праведности мы получим обилие благодати божьей мы получим мир покой удовлетворение в этой жизни я прошу чтобы это произошло дай нам с благоговением и благодарностью принять это таинство зная что Иисус умер за нас чтобы покрыть наши грехи и представить нас святыми чистыми и непорочными перед собой да будет ему вся слава честь хвала и благодарения царю нашему и владыке во имя Иисуса аминь и Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Бог, Богов и Царь, Царь, Аллилуйя! Слава Господу! Слава Господу!